Марка Хёнде готовится презентовать россиянам Туссан нового поколения. Позади остались сертификационные испытания, итогом которых стало получение документа под названием ОТТС. А значит, впереди локальная презентация и старт продаж. Из официальных документов мы знаем, что нам полагается длиннобазная версия модели. Она сразу на 13 сантиметров крупнее европейской. Хотя трехрядный салон корейцы внедрять на удивление не стали. Моторов заявлено пока лишь два. Главная роль отдана двухлитровому атмосфернику. Точно такой же ставится на Элантру. Коробки передать шестиступенчатые. Механика или автомат. А привод бывает передним или полным. Фанатам дизелей заготовлен агрегат объемом 2 литра. С которым стыкуется 8-диапазонный автомат и полноприводная трансмиссия. И еще. Нынешний сертификат оформлен на кроссоверы корейского производства. Но ничто не мешает российскому офису Hyundai вписать за тем местом сборки калининградский завод «Автотор». В гамму Volkswagen Tiguan наконец вернулась очень любопытная модификация. С начальным турбомотором, роботизированной коробкой и полным приводом. Это скорее всего случилось потому, что двухлитровых машин не будет до осени. Дилеры бренда разом прекратили прием заказов, поскольку на Калужский завод, где делают Тигуаны, моторы 2.0 TCI давно не поставляют. Причина в глобальном дефиците микрочипов, накрывших мировой автопром. Возобновление поставок ожидается летом, а продавцы начнут получать товарные автомобили не раньше сентября. Все это время единственным доступным вариантом будет 150-сильное исполнение объемом 1,4. Прошлой весной марка Хавейл начала выпускать на своем заводе по Тулой рамный внедорожник H5. А сейчас преемник почти легендарного ховера готовится покинуть конвейер. Увы, жизненный цикл модели иссяк. Прямой замены не предвидится, но до конца весны марка клянется презентовать модель под названием Jolion. Она напоминает Kia Sportage или Hyundai Tosan, но в отличие от конкурентов имеет полузависимую заднюю балку и строго передний привод. Кроме того, к нам должны приехать внедорожник Waytank 300 и кроссовер Хавейл Big Dog. Правда, о сроках появления обеих новинок сейчас сказать ровным счетом нечего. Продолжение следует...